Сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как Clean Architecture Go. Откуда вообще взялась эта тема? Я работаю на проекте, который долгое время рос и развивался почти бесконтрольно. В нем долгое время наращивалась бизнес-логика, которая без контроля плотно срослась с инфраструктурой, что бывает довольно часто. Теперь же у нашей команды остро стал вопрос организации проекта и отделение бизнес-логики от инфраструктуры, и мы стали искать возможные подходы. Так мне рассказали о такой архитектуре, как Clean Architecture, которая становится достаточно популярной, особенно в .NET и Android-сообществе. Clean Architecture возникла в 2012 году, когда Роберт Мартин, также известный как Uncle Bob, опубликовал статью Clean Architecture. Его подход объединил в себе идеи нескольких других подходов архитектурных, которые сходятся в том, что архитектура должна быть тестируемой, не зависеть от UI и не зависеть от базы данных, внешних фреймворков и библиотек. Это достигается разделением на слои и следованием Dependency Rule, о котором немного позже. Сейчас рассмотрим основные слои предлагаемой архитектуры. Первый слой — это Enterprise Business Rules, также называется как доменный уровень. Clean Architecture находится в самом центре дизайна, и домен содержит в себе entities, то есть сущности, и Enterprise логику. Сущность может быть объектом с методами или набором структур данных и функций. Это особо не имеет значения, пока в них содержатся самые общие правила, которые могут использоваться в приложениях того же Enterprise, то есть бизнеса. Но если у вас отдельное приложение, и оно не заточено под какой-то существующий бизнес, то entities будут являться бизнес-объектами приложения, содержащими самые общие и высокоуровневые правила и бизнес-логику. Этот слой маловероятно будет меняться при изменении чего-либо на внешних слоях, и, например, изменение погенации на UI не должна затронуть этот слой. Никакие изменения инфраструктуры не должны влиять на уровень домена, будь то смена драйвера базы данных или API. Следующий уровень — Application Business Rules. Код на этом уровне содержит саму бизнес-логику приложения. Центральным понятием на этом слое является use case. Use case — это описание действия, которое может совершить пользователь системы. Данные слои реализуют все use case использования системы. Они управляют потоком данных и направляют entity на использование их бизнес-правил для достижения определенных целей. Изменения в этом слое также не должны влиять на нижний доменный уровень, и также на этот уровень не должны влиять изменения внешних факторов, таких как база данных, UI и фреймворк. В итоге два представленных слоя находятся в самом центре, является ядром приложения, который содержит в себе только бизнес-логику, и часто это называется просто Application Core. Следующий уровень — Interface Adapters. Код на этом уровне представляет собой набор адаптеров, которые преобразуют данные из формата наиболее удобного для use case, формат, удобный для внешних слоев, таких как база данных, UI и также наоборот. Сюда входят презентаторы, гейтвей и контроллеры. Код ниже этого слоя не должен ничего знать о базе данных. Если у нас, к примеру, SQL-база данных, тогда весь SQL должен быть ограничен на этом уровне. И последний уровень, самый внешний, обычно состоит из фреймворков и инструментов, таких как база данных, UI и так далее. Следующее важное понятие здесь — это Dependency.ru. Архитектурные слои представляют собой различные области ПО. В общем, чем глубже мы продвигаемся, тем выше становится уровень программного обеспечения. Внешние круги — это механизмы. Внутренние круги — это правила, policy и бизнес-логика. Основное правило, которое заставляет эту архитектуру работать, это Dependency.ru. Это правило гласит, что зависимости исходного кода могут указывать только внутрь. Ничто из внутреннего круга не может знать о чем-либо из внешнего. В частности, имя чего-либо, объявленного в внешнем круге, не должно упоминаться вообще во внутренних. Это включает все функции, классы, переменные или любой другой именованный программный объект. Точно так же форматы данных, используемые во внешнем круге, не должны использоваться внутренним. Особенно, если эти форматы генерируются структурой внешних. Дальше говорим о flow control. Мы видим пример того, как мы пересекаем границы круга. Зеленым цветом тут отмечен уровень interface adapters, а красным — use case. Business logica. Он показывает, как контроллеры и презентаторы взаимодействуют с use case. Посмотрите на поток управления. Он начинается в контроллере, переходит к use case и затем завершается в презентаторе. Каждый компонент указывает внутрь на use cases. Мы разрешаем это очевидное противоречие, используя dependency inversion. Например, предположим, что для use case необходимо вызвать презентера. Однако этот вызов не должен быть прямым, поскольку это нарушит dependency rule. В use case придется импортить презентер. Но по dependency rule ничего в внешнем круге не может упоминаться во внутреннем. Таким образом, у нас есть use case, который вызывает интерфейс во внутреннем круге, а презентер во внешнем реализует его. Дальше я подготовил небольшой проект, который, как мне кажется, ой, у меня потерялась мышка, секундочку. Который, как мне кажется, следует принципам clean architecture. Проект представляет из себя один use case, который позволяет пользователю воспользоваться predict-алгоритмом и посмотреть, стоит ли сейчас покупать криптовалюту и вырастет ли она завтра. У этого use case несколько презентеров, которые выводят информацию в формате HTML и JSON. Сначала посмотрим на контроллер. Контроллер, его обязанности это принять запрос, распарсить параметры и передать их в интерактор, который реализует сам use case. Теперь посмотрим на интерактор, который реализует этот use case. интерфейс, и как мы видим, он максимально изолирован от внешнего кода, от внешних слоев, я имею в виду. Он общается с верхними уровнями только с помощью интерфейса. Внутри мы видим бизнес-логику, мы получаем какие-то данные о криптовалюте в виде доменной сущности. Это обязанность внешних слоев предоставлять данные именно в виде, который удобный нижним слоям. Дальше у нас вызывается сам предикт-алгоритм, который находится на доменном уровне. очень сложный алгоритм. Дальше мы видим, как мы получаем какой-то результат, и контроль управления переходит в презентатор на внешний уровень. Презентатор, в свою очередь, берет response-модул. Презентатор, в свою очередь, берет response-модул, представляет их в каком-то виде и отдает с помощью эхо-фреймворка на фронт-энд. Сам clean architecture использование этих простых правил позволяет избавиться от многих головных болей путающим. Разделив программное обеспечение на уровни и соблюдая правила зависимости, мы создадим систему, которая легко тестируема, потому что все зависимости мы можем мокать, и это не вызывает никаких проблем. И со всеми вытекающими я вижу этот подход очень интересным. И надеюсь, я сегодня рассказал вам о нем достаточно понятно. В будущем, если эта тема будет вам интересна, я могу рассказать о инициализации такого приложения с помощью dependency injection фреймворка на Go. Это все. я могу сказать, плюсик тебе в карму за то, что в тебе интерфейсы не там, где реализация. Бо, если открыть, пошукать Clean Architecture, Loared Architecture, по Go, то все приклады, где интерфейс разом с реализацией. И это уже порушение этих слоев и всего иначе. Маешь на увазі, что имплементация зовнишних слоев висеть с интерфейсами поруч? Да, да. Ну да, да. Честно говоря, у нас в проекте таки тоже есть, но если смотреться на Clean Architecture, как она в ее основе лежит, то да, то интерфейсы мают быть не там, где реализация, поэтому и не будет порушения этих слоев. Там найголовнейшее, что через неправильное расширение интерфейсов как раз правило залежности поручивается и они идут навпаки напоминать от этого. Да, 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 оно движется в разные боки. У меня тоже вопрос возникает на тему того, что скрин видно, да? У нас часто на этом скрине непонятно, ладно. В общем, часто use case интерактор вызывают из контроллера, используя тоже интерфейс, то есть сам use case реализует интерфейс контроллера. я часто такое видел в проектах, которые в общем доступе, да, Clean Architecture Go, и мне, честно, непонятно, почему они так делают, потому что вызывая интерактор из контроллера, да, выше уровнем, мы никаким образом не нарушаем dependency rule, но почему-то они пытаются это все решить с помощью интерфейсов, как-то добавить туда dependency inversion и подставлять это во время DI, то есть во время инициализации проекта, например, просто вызвать. Может, чтобы потом тестировать это лучше было? Тут может быть очень много причин, на самом деле нужно спросить людей, какие это сделали, а пытаться это понять по коду. Но у меня тут просто параллельно появилось вопрос, какие ты использовал source для вивчения Clean Architecture. Чому я вопрос, если брать ту самую книгу Роберта Мартина или его блог, который он уже 15-20 пишет, то там есть ответы на большее этих вопросов, почему там есть интерфейсы, где они должны находиться, и все подобное. Еще в него есть очень интересная тема, если будет интересная то можно рассказать, это вымирювание изменения, вымирювание сложностей компонентов и вымирювание проектов проектов изменения. Там тоже есть много тем, что касаемо того, если правильно они используют dependency inversion, то вопрос. Если их бизнес мают расшириваться, то скорее всего правильно. Если они просто одну функцию dependency inversion закрыли, это дивно. Я видел пример, где человек создал контроллер всего, и добавил ему в интерфейс функции 20, который ожидает, что тюзкейсы их реализуют. сложно сейчас объяснить, но суть в том, что он создал прецедент для того, чтобы этот контроллер рос каждый раз, когда добавляется какой-то новый функционал, и он со временем станет good object, и будет его инициализация на 50 строк. Это было clean architecture, точно? Да, наверное, это был просто плохой экземпл. На самом деле, на Go очень мало хороших экземпл clean architecture, что они все на приколах влезают цикаве. Мне кажется, когда проект достаточно сложный, ну, с объемами, Артем, можешь бы вернуться к шаре, к лейерам? То тут возникают вопросы. То пытаются объединять всю логику, ну, не всю логику я имею на увазі, и окремно core, окремо use case, окремо контролеры для всього апплікашн, для всієї системы. А якщо уявимо, что у вас какие-то монолит, не микросервис, ну, там достаточно багато насутностей, и там в самом апплікации уже виникают свої окремі частини, модулы, тобто бракую модульности. Я клінах, и так еще с модульностью повязан. До речі, я пам'ятаю еще как раз с того самого Роберта Мартина, что он писал про то, что можно, по-перше, компоненты будувати за такими от, ну, тобто каждый из этих модулей, каждый из этих компонентов, монолит, или микросервис, неважливо, можно будувати по этих принципах. Я не понимаю, что он писал стосовно монолита, но, в принципе, если так подумать, то есть какие-то там загальные бизнес роли на каком уровне, есть бизнес core, которые можно выделить, как правило, какие-то компоненты его используют, какие-то компоненты есть частью этого бизнес core, что есть интерфейсом, например, есть компоненты, которые занимаются обработкой вирусов. Дивись, основная идея в том, что когда в тебе большая система сложная, то как раз достаточно разделить ее на модуль, и каждый модуль мает имплементовать к лин-архитекции. И взаимодействие они мают через адаптеры и порты. И по сути, каждый другой сервис для другого будет просто экстернл интерфейсом, который должен с гейтплей общаться. И вот такую имплементацию я очень редко встречаю на проектах на самом деле. Если бачу к лин-архитекции, то все не купят. И потом тоже. Можно вопрос, Артем? Вы уже имплементовали это в себе? Вы уже переездили на такой подход? Нет, на самом деле я к лин-архитекцию слышал около месяца назад, и сейчас мы по сути планируем переход. И будем рефакторить это все. может кто-то подскажет это использует типа как вы думаете может один use кейс вызвать другой use кейс? Один use кейс вызвать другой use кейс? Трикое вопрос, но я думаю что да, потому что здесь не нарушается да, я даже где-то видел такие примеры. Просто когда проект великий и разроста ты писал один use кейс одну бизнес логику через не знаю півроку ты пишешь совсем иншу, а потом выясняется, что их нужно объединять как-то тебе просто нужно сделать выклик из одного use кейса и другого use кейса просто они там треба это теперь делать не знаю может там какой-то аудит писать в час каких-то операций ну разные кейсы бывают и ты понимаешь что або ты будешь писать какой-то хреновый дубляш коду або выкликать эту функцию и тут прям воно виглядая ніби криво але з іншого боку ничего не порушуется если посмотреть на этот мальюнок может кто-то стыкался с таким мне кажется даже видел комментарии англ боба на этот счет и конечно сейчас я не могу его найти но если надо могу поискать и может на следующий был комьюнити если кто будет рассказать я об этом вспомнил я еще слышал еще такой комментарий как маленькая копия улучшающая маленькая зависимость в том плане что это проще все равно но хорошо все так потому что лучше уже порушить этот драй принцип чем миксировать какие-то там зависимости но если мова идет о маленькой копии то возможно да если у тебя один запит базу данных но если он поедет выкликать сервисы отримать данные что-то загрегировать что-то записать что-то отдать тут уже не маленькая копия выходит а такая очень большая копия но в частности я бы добавил что если речь про расшаривание вызов баз данных то из нашего опыта это плохо потому что потом в другом юзкейсе ты там добавил чего-то а получается этот вызов начал делать больше чем нужно другим местам и в итоге например какой-то метод более часто вызывается база начинает греться просто из-за того что расшаренный вызов больше делает чем нужно более нагруженной части например и мы пришли к тому что вообще для каждого обращения к базе поскольку это самая тяжелая операция то для каждого вызова свой кастом делать вызов с SQL который мы точно знаем как используют индексы и то что он делает именно минимум возможных дисковых операций всего остального дякую и еще было очень круто кто-то мает экзампли я шукал недавно я даже чатик окинул по транзакциям там трохи зачепляется тема транзакций крайн architecture просто я даже бачил какую-то реализацию но там купа интерфейсов в тебе есть кейс и в тебе есть разные запреты до базы и как это все если ты хочешь написать транзакцию если у тебя SQL транзакции переставить то получается то как ты транзакции начинаешь и комитаешь в юзкейсах это как часть бизнес-логики також ты хочешь что-то транзакционное а что-то нетранзакционное и как это выглядит вообще мы так делали во-первых нетранзакционное такого не было у тебя каждый вообще обращение базы в любом случае стартует транзакция вот кроме этого есть еще там у вас такое понятие как автокомит или нет клиента по-моему параметр но суть не в этом короче нетранзакционное это же только ну короче есть DML короче как мы делали мы делали так что юзкейсы действительно не знают ничего про транзакции вот потому что транзакциями управлял слой который вот начинал скажем так обработка запроса начинается и middleware стартует транзакцию в любом случае а потом по результату выполнения если все закончилось ошибкой то эта транзакция rollback опять же в middleware либо коммитится опять же в middleware а если нужна транзакция отдельная вообще автономная то там специальная пишка была у этой middleware чтобы можно было автономную транзакцию создать ну например у тебя большая транзакция закончилась с ошибкой тебе надо влог например закоммитить ну влог у тебя например в виде таблицы и тебе надо какое-то сообщение закоммитить то ты автономную транзакцию начал в ней там что-то сделал а большая транзакция откатилась и соответственно middleware потом видит что это все ошибка произошла и соответственно она какой-то стандартный ответ дает а ну поскольку это будет примерно такая история была. Ну и в принципе получилось, что юзкейсы вообще не знали о том, что они вообще с базой работают. То есть все заканчивалось либо хорошо, либо плохо, и middleware соответственно коммитило или робот. А можно где-то такой пример увидеть таких транзакций? Да-да-да, это прям огонь увидеть приклады. Ну вообще это стандартный подход во всяких, я уже не помню, в джава делах, там, в аппликейшн сервере, который за тебя уже сразу тебе дает заинжекченный клиент со стартанутой базой и просто потом выкинул эксепшн, а она травбечилась. Ну, как бы так, примерно. Ну, я не знаю. Просто интересно, как инстанс база потом перекачовывает с юзкейса в лояр, там, ддб и, например, еще раз по поводу, да, посмотри, вот еще раз по поводу, опять же, где интерфейс декларироваться, да, вот опять же, если вернуться вот там вот к твоей картинке, где контроллер вызывает интерфейс, зеленый, стрелочка на красный. Я вот делаю тебя там контроллер. Да, другая. Вот зеленый контроллер, у него есть зависимость от интерфейса, да, красного. А код покажи, то есть он действительно интерфейс у тебя вызывает? И где этот интерфейс декларироваться, да, вот этот? Нет, у меня в этом случае он вызывает просто... структуру. Ну вот, так вот, и это же вопрос было же, обсуждение, да, то есть, и я хочу сказать, что если следовать более общему правилу, например, когда ты пишешь компоненту, то все, что ты потребляешь, ты описываешь интерфейсами, а все, что ты производишь, отдаешь, ты отдаешь как структуру. И тогда у тебя в любом случае все компоненты будут максимально возможно мобильными. То есть в данном случае, если у тебя контроллер потребляет какой-то ресурс из юзкейсов, то у тебя на уровне контроллера написано интерфейс, который он потребляет. Это автоматически тебе будет возможность тестировать контроллер отдельно от юзкейса. И вот если такое правило применять, то пофиг на этот клиновый текст, что у тебя каждый модуль максимально мобильный получается. Тобто в тебе все равно лишается зависимости, выходить на контроллер левел с левелом? Все правильно, да. Ну, я бы тут еще, напевно, чем вы поле, никогда не стану. Нет, ну я говорю, есть, ну вот это вот такое самое общее правило, которое, например, мы применяем. Конечно, есть другие правила, когда, например, в другую сторону, например, юзкейсы, ну хотя нет, тоже нет, все это я читал. Ну, короче, всегда правило такое, если ты пишешь компоненту и ты потребляешь, ты это описываешь рядом с компонентой в виде интерфейса. А все, что ты отдаешь, ты просто отдаешь в виде памяти. Зразумево, а вот, типа, як це мидалварь, ну, тобто, юзкейс не выкликает функцию, типа, begin transaction, commit transaction, да, он просто мае якусь мидалварь, яка це під капотом выкликает. Ну, да, мидалварь в контексте, то есть перед стартом, ну, то есть представь, да, начинается обработчик, вызывается сначала твоя мидалварь. Твоя мидалварь в контекст кладет что-то, что, ну, а конкретно это клиент со стартанутой транзакцией. А потом, когда твой хендлер уже обработал, ну, юзкейс обработал, опять же вызывается твоя мидалварь, и твоя мидалварь опять из контекста получает этот же клиент, у которого стартанутая транзакция. И в зависимости от того, какой там этот HTTP там статус, она либо раубетчит, либо коммитит всю транзакцию. И так само, получается, лойер с DB, он тоже приймает контекст, берет контекст всю транзакцию и тоже что-то робит. Это и есть, да, это и есть уровень с базы данных, то есть, а и конструируется он тоже, ну, на момент конструирования всей апки, то есть конструируется, ну, например, у тебя, ну, тут, опять же, что такое створить с базы данных? То есть конструируется вот эта мидалварь. Ей, например, дается во время конструирования какая-то либо, уже не твоего производства, там третья сторонняя, либо которая идет в базу. И эта мидалварь сконструирована, потом передается роутеру. И все на моменте старта сконструировалось и поехали. То есть база я называю то, что называют репозиторией, то, что мои какие-то там SQL DB, или SQL TX. Репозиторией, я не знаю, дело в том, что репозиторией, и в моем понимании, там, на уровне репозитория можно, ну, смотри, у тебя в базе данных только CRUD API, да, если так разобраться, у тебя же больше никакого нет. Да, да. Соответственно, а на уровне репозитория у тебя расширяется словарь, у тебя не только CRUD, а у тебя, например, отдайте мне там вот это вот такое-то вот икемное, на уровне репозитория. Соответственно, репозитория это то, что ты пишешь, вот, а потом ты еще потребляешь CRUD из третисторонней библиотеки. Вот, примерно такие слои. Окей, декор. Спасибо за комментарии. Так, на самом деле, структура пакетов и структура проектов, я унаследовал что-то среднее с нескольких PIN-архитектур проектов, которые посмотрел, да, и не только на Go, но и на .NET. Соответственно, в одном варианте я видел, что рядом с юзкейсами хранятся и интеракторы, и презентеры, то есть этих юзкейсов. таким образом, мне, в принципе, это понравилось, потому что тогда, ну, если мы будем хранить где-то презентеры отдельно, то может возникнуть проблема, когда придется искать среди, там, огромного количества презентеров именно свой, который нужен для коина и для отображения цены. Но на самом деле я думал, скажем так, сделать затравку на следующий спич, если такой нужен будет, в котором именно рассказать, ну, попробовать исследовать проекты на Clean Architecture и посмотреть, как они инициализируют проекты, какая у них структура этих проектов, и показать это на примере. То есть то, что сейчас здесь видно, это просто как футбар приложения, которое что-то делает, но следует принципу dependency rule, да, и слоям Clean Architecture, но на деле, я думаю, это можно структурировать как-то и по-другому. Что я питаю? Власне, в того самого Роберта Мартіна, про кого мы сьогодний день дуже багато говорим, є ціла стаття на тему структури проекта. І в книзе так само є цілий розділ стосовно структури проекту. Дуже раджу звернуваться до нього перед розсерчу. Сразу говорю, да, книгу я не читал, я читал его статьи, поэтому спасибо за совет, я буду читать, наверное, тогда. Ну там якраз стаття є одна, яка дублюю прямо той розділ, тому я не згадаю, як она называется, але там шось таке... Ох, я. А я бы добавил еще чуть-чуть. Вначале у нас там было обсуждение на тему разных доменов по поводу монолита и микросервисов. То есть мы тут в более специфической ситуации находятся, поскольку мы делаем микросервисы. И если смотреть на всю Clean Architecture, это как раз про самые тяжелые варианты, когда есть у тебя монолит и у тебя есть все. То есть если мы говорим про микросервисы, вот у тебя уже сразу там презентатор, у тебя, грубо говоря, тяжело придумать больше двух там JSON и XML, больше двух форматов, которые ты отдаешь, им крайне тяжело. То есть потом дальше опять же тема про разные домены, то есть ну про разные приложения предприятия. То есть, например, вот в Domain Driven Design они говорят о том, что вот у тебя есть там домен всего предприятия, и тебе в любом случае приходится под домены или там Domain Boundaries, что-то такое, как это называется. То есть под домены, например, Sales, там, Pouching, еще что-то. И вот это оно и отражает структуру уже твоего проекта. То есть ты вот эти Business Boundaries выражаешь в виде отдельного проекта и о связи между Entity, ну и вообще между этими отдельными подсистемами, они через так называемый Shared Core, который позволяет синхриться в форматах между подкомандами и между подпроектами. И если дальше продолжать эту мысль про микросервисы, то мы как раз находимся в ситуации, когда не микросервисы, а отдельный вот этот Business Boundaries, в котором у тебя, в принципе, Entity, их, во-первых, довольно мало, ну должно быть, по идее, то есть если сравнивать со всем предприятием. И тут в теории не должно быть такой ситуации, что у тебя есть там два разных там набора Entity, между которыми как-то маппинг на данном уровне предприятия. Ну то есть я к чему клоню, потому что вот в нашей ситуации у нас все намного проще, чем вот этот весь Clean Architecture или, например, весь там домен, девелопмент, вот такое замечание, наблюдение. У меня тут питание выросло сразу, а на сколько у вас микросервисы и сколько Емроков? Это кому? Кому вопрос? Я тут по именах. Ну у нас прям конкретно микросервис. Прям вообще-вообще, типа, там две-три тысячи редких кодов и все? Не, ну не две-три, но микросервис в плане того, что довольно ограниченный функционал. Ну мы-то интеграции пишем, это же, это может вот того, кто докладчик говорит, что много лет и там прямо, ого, наверное, там совсем все тяжело. А мы пишем интеграции, у нас довольно все просто. Микросервисы, микросервисы. Ну окей, просто микросервисы бувають дуже різні, и в деякие моменты они начинают не только там різные, до меня все бы затягивать, а вообще різные solution таки теж трапляются. Ну и типа просто микросервис в какой-то момент стаёт не микросервисом, або так и лишается микросервисом. Не завжди зрозумело, где межа. Ну я бы сказал, вот хорошая межа это как минимум один бизнес баундер должен быть, ну не больше, чем в микросервисе. А уже, ну опять же, мы же, ну опять же, я говорю, разные по проекту. У докладчика там тяжелая ситуация, у нас попроще мы там, например, какой-то ресурс там REST делаем, за которым какая-то еще логика интеграционная, то есть это довольно простой набор. Какие-то интити, какой-то крут, и все. То есть мы же бэкэнд, UI-ка там, на UI-ке еще половина проблем, вторая, грубо говоря. Поэтому у нас осталась только половина проблем. Вот. Питание. Как взагалі пересекаются CleanArchitect и DDD? Чи включают в себя воно одно и другое? Нет, это перпендикулярная вещь. Окей. А тогда вопрос, как взагалі РЕСТ повязывать с этим доменом? Бо домен, зазвичай, это что-то такое... Ну я так понимаю, что домен схож на DDD. Домендрайвинг. Ну, домендрайвинг, да, это даже речь идет, что девелопмент, он базируется на проработке доменной области и изменения, ну то есть представим себе шесть предприятий, и оно делает, мы не знаем чего, да, и то есть постепенно мы, когда дескаверим и автоматизируем это предприятие, то по мере этого у нас и воплощается это в коде. То есть дескаверинг этого энтерпрайза дравит построение IT-решения. И вот там об этом, типа, как это делать и так далее. Ну это в таких тяжелых ситуациях, не в ситуациях микросервиса. Просто вопрос в том, что домен, он может быть очень экзотичным, и как этот домен перетворить на CRUD, который в REST используется? Чи у вас нет CRUD в REST? Ну, CRUD, это же мы говорим про хранительные данные, правильно? Не, ну REST это другая тема чуть-чуть. Через REST можно выразить CRUD? Через REST можно выразить будь-який домен? Ну да, в теории через все можно все выразить. Ну это просто перпендикальный равен. Какой вопрос, я не очень понимаю. Я натекаю на ICS RPC просто. Ну RPC, это же мы о чем говорим? RPC это речь о том, что по сравнению с REST, REST тебе сразу ограничивает протокол и словарь. То есть у тебя глаголы те, которые HTTP verbs. То есть REST ограничивает, сразу тебе стандартизирует протоколы и форматы. А когда мы говорим RPC, это значит, что ты можешь там что хочешь делать, как хочешь вызывать. Соответственно, это отдельные стили дизайна распределенного приложения. Я имею в виду, например, есть какие-то там Entity Employee. Его можно там креатить, делить, апдейтить. И на уровне домена мы решили, что нам лучше будет сделать какой-то метод, не знаю, hire, нанять этого Employee. Ну або что-то такое сделать, что не вкладывается в простой апдейт, або через апдейт реализовать очень сложно. И на уровне домена это выглядит окей. А как вот такую штуку сделать на уровне REST? Да. Слушай, у меня есть, напевно, ответ к этому всему. Если мы говорим о скопе Clean Architecture и ничего больше, то там декларуется, что веб – это деталь. Все внешние интерфейсы, все это синее коло – это детали, которые нам не важны. Если наша логика реализует то, что нам нужно, это все может быть прикручено на эти детали. Чи то будет RPC, чи то будет веб, чи то будет консольная аппликуха – нам не важно. Мы пишем вот такой набор контролеров, презентеров, гейтвейв, интерфейсов, которые могут отдать нам все в том формате, в котором нам нужно. И так же делать все круды, все месседж-кью и все остальное. Нам не важно, какой там интерфейс вообще. Все прикручивается – и веб, и RPC, и все остальное. Это, суто, вопрос о зависимости и структуру, как компоненты раскладываются в середине твоей аппликуха. Технически все остается, стек остается тот же и проблем вообще никаких. Ну, например, Hire – это метод в красненьком юзкейсе. И этот Hire оперирует, опять же, этими членами, где там база данных. Он базой данных и с помощью CRUD делает все, что нужно, чтобы захайрить человека. Это если имеется в виду с базой напрямую. Если у тебя REST какие-то предоставляют информацию, то там другие действия. Соответственно, будет какой-то другой коннектор к этим ресурсам. Ну, как-то так. Для этого примера у нас есть какой-то апдейт с боку REST, а потом есть какой-то нормальный домен – это юзкейс, какой-то Hire. А дальше мы снова конвертуем это в CRUD для баз данных, фактически. Да, в любом случае у тебя модель хранения данных, если ты с базой работаешь. У тебя там CRUD, и этот CRUD в любом случае отобразится на способе работы с синтетями вплоть до юзкейса. То есть у тебя юзкейсы тоже в итоге будут делать CRUD, но только через интерфейсы в базе. Примерно вот так. Просто выходит какая-то такая подвижная конвертация. У нас есть сначала CRUD, мы его конвертуем в какую-то Human Readable логику, а потом снова CRUD назад. Не в Human Readable, но типа… Ну, бизнес лейтинг. Бизнес лейтинг. Тут как раз штука в том, что ты маешь подъединять зависимости своих сутностей, своих entities, юзкейсов от базы. То есть нехай база зависимости. Так, она будет конвертовать. Ну, типа это подвижная работа, но в таком случае ты можешь подменять базу себе спокойно. Ты можешь выкинути нафиг то весь внешний колок, заменить его абсолютно другим стеком и в тебе все будет работать так же. Да, продолжаю. Опять же, если мы смотрим в красненьком юзкейсах, ты пишешь, например, интерфейсы. Вот, например, ты из базы еще не работаешь. И ты пишешь юзкейс. И ты пишешь юзкейс и хайер свой, так? И ты понимаешь, что тебе нужен метод от хранилища создать. Ну, ты прям пишешь в интерфейсе, что я хочу потом потреблять от внешнего кольца метод создать. И вот ты написал все юзкейсы, оттестил их, и у тебя получились задекларированные интерфейсы, которые твои юзкейсы потребляют. Пока ты его писал, ты делал тесты и мокал эти интерфейсы, которые потребляют юзкейсы. А потом ты думаешь, так, я буду сейчас или базу имплементить, или у тебя есть там REST какие-то, импоинты. И ты берешь в синем и имплементируешь те интерфейсы, которые ты задекларировал красным. И, соответственно, у тебя получается, ты можешь разные имплементации менять, и у тебя красный получается максимально мобильный слой. Вот, точно так же, как и синие. Ну, они уже будут, понятное дело, со стороны базы, надо зависеть от базы. Ну, короче, это опять же более универсальное правило, то, что надо потреблять интерфейсы, отдавать память. Вот, и будет все вообще классно. Ну, это соли додается. Да, да, да. Тут клиент архитектур солид сильный, скажем так, применяется. Дякую, ребята. Мне кажется, очень важная дискуссия вышла на сегодня. Аж так неожиданно было. Окей, Артем. Еще одно вопрос. Можно? Давайте, давайте, да. Неожиданно с скрин архитектом. Артем, как вы пореконали кастомера, клиента, что вы не будете месяц или два новые фичи добавлять, а будете рефакторинг делать? Не так. Вот. Знаешь, никак. Еще не пореконали? Ну, на самом деле, кастомер с этим, скажем так, сам это понимает. Там есть архитект, который это кастомеру объясняет, что нужно поменять что-то. Но, как всегда, сроки очень маленькие. Там никаких, я не знаю, короче. Это придется как-то по частям переделывать. И, скажем, ни о каких стоп на 2-3 месяца тоже особо речи не идет. То есть придется, скорее всего, писать либо рядом, скажем так, вообще приложение, которое не знает о том, что есть старый код, да, и которое будет работать с юзкейсами и реализацию. Ну, то есть тоже рядом придется писать. То есть я пока, скажем, даже не знаю, как это будет. Наш Team Lead над этим думает. И скоро у нас будет на эту тему discussion. Будем как-то думать, как это сделать как можно более незаметно для кастомера. Это прям такая очень классная тема для доклада. Как выиграть из ВИВА на ВИТУ? Или что это будет у вас? У меня есть негативный опыт из того, как выиграли из ВИВА на ВИТУ. И еще Мартин Фаулер писал о рефакторинге. Если менеджмент не дает рефакторинг, то занимайся партизанской войной. Рефакторинг, когда есть время. Я с такой штукой немного не согласен. Надо приходить к менеджменту и сказать, чуваки, смотрите, вот тут умный чувак пишет в книжке, что если не дают время на рефакторинг, то нужно делать это в тихаря. И объяснивать менеджменту, чем это может влиться. И тогда, возможно, будут давать время на рефакторинг. Мне кажется, что такое должно работать. Наивный регион. Да, ты наивный регион. Слушай, там бывают такие люди, которые не всегда знают, как компьютером заниматься. А объясните им, что здесь нужно что-то сделать, чтобы эта работа красивая. Я про то, что если кто-то радует в тихаря что-то делать, то можно сделать какую-то работу. Это можно поднести как снижение качества, какие-то проблемы, затримки с деливерой. И если менеджмент действительно хочет иметь эти затримки и проблемы с деливерой, то можно не выделять время на рефакторинг. Но если выделите время на рефакторинг, то они будут иметь более стабильные релизы, и все будет нормально. Подносить это вот так, что девелоперы не будут заниматься, чем попало, тем, что они не понимают. Краще дать им час на то, что они не понимают. Это больно тема, но в принципе и прочее. Окей, давайте напередно завершим. Я так понимаю, все звикли, что у нас мітинги по 15 хвилин, и все-таки каждый день повернутся до работы. Если что, сегодня трошки больше. Еще раз, Артем, очень дякую. Подняв такую интересную тему. Я думаю, чекаю на продолжение. И, ребята, я вижу, что она многим очень импонует. И вы можете присоединиться. И действительно очень много аспектов, которые можно раскрывать. С примерами, своими болельщими историями, как жизнь улучилась после этого. Или ухудшилась. Ну да, достаточно бывает разный. Так что делитесь опытом. Я тут еще хотел тебя спросить. Ты когда-то рассказывал про Hexagonal Architecture в нормальном из метапов. Да, да, да. Это все... Порсиантафрис, Hexagonal, Clean Architecture. Это все аналоги. Ну, типа, тут есть какая-то большая разница? Я в Hexagonal могу... Нет, ну... Это просто как пример. Почему в Hexagonal они взяли там 6 граней и навели 6 способов интеграции? Да, то, по сути, это просто была репрезентация этого внешнего уровня интеграции с внешним свитом. Понятно. И там все потом все одно скрывалось и те сами шары. Ну да, воно уже схожи таки. Да, да, да. Я читал, именно Clean Architecture гораздо более фокусируется на том, что use cases здесь это центральный компонент, который вообще делает, скажем так, нашу бизнес-логику. Будет еще время для одного небольшого вопросика? У меня такой возник. В общем, насчет entity. Нормально ли использовать entity-объекты в передаче данных между лейерами? То есть между всеми лейерами. Не только use case, например, и вот так. Вот это я прийду, потом расскажу про ту штуку походу. Я сразу могу вызвериться и сказать, что ненормально. Да, скажем, это не нарушает dependency.ru, но это ненормально, потому что тогда, скажем, ты захочешь на самом верхнем уровне в базе данных или UI что-то поменять, а, скажем, ну, к примеру, добавить какое-то новое поле, да, или там изменить какое-то поле. И тебе придется менять уровень entity для того, чтобы удовлетворить верхние уровни. То есть надо создавать под каждый уровень? Ну, на самом деле, как я читал по этому поводу, тоже это как бы холибар. То есть кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, что не надо создавать. Под каждый уровень идет мапперы и DTO-шки. Скажем так, ну, мне кажется, что вот здесь вот, как в моем примере маленьком, мы, во-первых, превращаем, да, параметры запроса в какой-то формат, который может использоваться use-кейсом. И дальше use-кейс действительно он может вернуть какую-то entity, но в презентере мы эту entity должны превратить в какую-то веб-модель, чтобы дальше эта entity не утекала. то есть презентер получает, к примеру, наш тип domain, там, customer, к примеру, или domain employee. И дальше на frontend, на UI он вернет только его name, его дату в нужном формате и, вернее, его дату рождения в нужном формате, к примеру, или там какие-то еще данные. Но саму entity в UI лучше не использовать на верхних уровнях. Спасибо. Ну, я бы добавил, что это самый крайний случай, который тебя заставит делать разные entity. Это разные форматы хранения в разных сервисах. Типа в базе у тебя один формат, там, на UI ты идуешь в другой формат. Или, например, если это юзер, то есть еще какой-то identity-сервис, у него есть еще один формат. И вот это тебя заставит прямо непосредственно разделить entity-сервисы и DTO-шки и сделать маппинги. А делать ли это вот без надобности, это тут вопрос уже, как говорится, в тебе. То есть, если это не надо делать, надо ли это делать, это хороший вопрос. Как и зачем, два главных вопроса. Спасибо. 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 Спасибо.